Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Сегодня у нас будет видео про ботекс, как я вам и обещала, до-после, свои впечатления. И я думаю, это видео будет обязательно-обязательно полезно кому-то, потому что впечатления неоднозначные. Итак, что касается ботекса. Уже прошло, наверное, 3 недели после того, как я сделала. Где-то через 1,5-2 недели ботекс устоялся весь у меня в лице. И все схватилось, мышцы обездвижены. Что делала я, для тех, кто не видел мое предыдущее видео, я не помню, во влоге я показывала или отдельно. Вообще, изначально я хотела сделать себе, вообще вот, вообще я хотела сделать все лицо. Я просто думаю, я же не знаю, что такое ботекс, просто думаю, все сделаю, все по красоте. Буду невероятно, я еще не знаю даже, что было бы, если бы я все лицо уколола себе. Короче, по факту я сделала лоб полностью весь. Здесь. Сделали мне вот здесь вот, какие-то были морщинки, да, когда щуришься, морщишься. И сделали вот с этой стороны под глазками. Низ вот здесь не трогали, хотя вот эти вот штучки, я уже вижу, они вниз, вниз. Вы знаете, вот вниз, 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 вниз. И все, это уже старенький. Но я думаю, буду искать альтернативные какие-то варианты по увлажнению и всего. Почему? Чем мне не понравился ботекс, чем он меня смущает. В целом, сейчас я вам покажу. Давайте, вы посмотрите до и после. Я повставляю картинки здесь, да, чтобы вы увидели до и после. Я нахмуриваюсь, поднимаю брови вверх и улыбаюсь. Так, что мы будем делать? Мы будем убирать мимику межброви, здесь уже заложилась морщинка некрасивая, прям две поперечные, два возле носика, продольные и поперечные. Вот они, продольные и поперечные. И на лбу мимика вот на левой бровке более активна, мы ее уберем, выровняем с правой стороной. И глазки, лобай сильно. От глазки, да. Приподнимем хвостик брови, чтобы открыть красиво глазик и носик вот так нахмурь. И вот на носу уберем вот эти морщины, тоже некрасивые. Сейчас я буду напрягать лоб. То есть у меня немного напряг... Мне кажется, у меня уши еще и шевелятся. Немного напрягаются брови, видите? Ну а лоб, никаких морщин, ничего. Теперь давайте я попробую наморщить... А, межбровку сделали еще, да, я не сказала? Межбровку. Я злюсь. Я злюсь. Межбровка. Тоже не функционирует. Теперь давайте я улыбнусь. И вот что мне не нравится в улыбке. И наморщусь. В принципе, может быть, все оно было бы и нормально, терпимо. Единственное, что мне не нравится на съемках, на каких-то... Я замечаю, что когда я улыбаюсь, у меня вот здесь, вот в этих местах... Я вам сейчас, не знаю, поближе покажу, что ли. Видите, вот здесь складочки нет, и здесь получается как будто ямка. А здесь складочки есть. И эта ямка, она создает вот такую вот тень, когда я что-то снимаю. Даже вот эти штуки, это из-за того, что вот здесь обездвижено, да, и какая-то нагрузка вроде бы как сюда идет, и получаются какие-то ямки, тени. Вот я недавно TikTok снимала, и я как не поставлю камеру, иначе там нужно было мне эмоцию сделать. И вот я как ее не поставлю, и я такая, когда улыбаюсь, все, у меня сразу вот такая вот ямка здесь появляется. Она мне безумно не нравится, и в следующий раз я точно не буду делать только здесь, да. То есть я не знаю, может быть, если полностью сделать, может быть, будет по-другому, но я немного переживаю. Во-первых, неэмоциональное, ну, лицо, вот когда ты не можешь что-то сделать, да, особенно когда TikTok снимаешь там или еще что-то, немножечко накаляет, что брови не поднимаются выше, чем я хочу. Да, я не хочу заломов, я не хочу морщин, но мне этот момент не нравится, как будто вот, знаете, я работаю лицом, я с вами разговариваю, обложки делаю какие-то, да, там, TikTok и так далее. Что-то не то. Даже фотографию сделать какую-то, я вот эмоцию не могу выдать, меня это немного накаляет. Что касается межбровки, я полностью довольна. Что касается, что перестала подниматься моя бровь, у меня на самом деле больше всего тянуло вот с одной стороны. Я когда снимала что-то, у меня все время поднималась одна бровь, и прямо вот здесь такие прям складки три были. Мы хотели сначала сделать одну сторону, мне мастер хотела, но она говорит, что, типа, будет тянуть, будет асимметрия какая-то, поэтому все-таки сделаем вторую. Она не хотела сначала делать вот эту сторону вообще, но потом, чтобы для равноправия, равномерного такого, да, она сделала. Ну, в принципе, ладно, лоб еще ладно, лоб, межбровка, хрен с ним. Больше всего меня вот накаляют вот эти вот вещи. Ну и, да, вот может быть, если бы я вот здесь вот не проколола, я бы тогда сказала, все зашибись, да. Еще мне кажется момент, что если ты где-то обездвиживаешь свою эмоцию, да, то у тебя начинают немного задействоваться, ну, как бы, те мышцы, которые остались, они начинают задействоваться что-ли больше как-то. Вот у меня такое ощущение, да, что вот я улыбаюсь, да, и у меня как бы вот здесь нагрузка идет, да, вот мне так кажется, я не знаю. А если все лицо сделать, а может быть, я совсем тогда вообще никаких эмоций буду просто разговаривать, я никогда на это не обращала внимания, вы понимаете? Но мне очень нравится, что лоб вот в нормальном положении вот так, мне все очень нравится, потому что бывало даже в нормальном положении, когда я просто хочу сфотографироваться, я поднимаю вот эту бровь, а сейчас я ее не поднимаю, и у меня всегда чистенький, гладенький лобик, мне это нравится, и вот межбровка. Ну, межбровка, честно, мне кажется, вот всем прям можно делать, смело, потому что межбровка, это только когда мы хмуримся, вот нам хмуриться вообще вот так вот не надо, да. Лоб тоже можно, но, короче, осторожно, вот, я, может быть, в следующий раз попрошу ее сделать, реально попробовать сделать только вот эти вот мои три морщины, потому что только эта бровь, которая поднималась, делала морщины, она меня накаляла, все остальное весь лоб не будем трогать, да, попробуем, попробуем. Если будет что-то тянуть, какая-то асимметрия, то приду и доколю, конечно же. Что касается носа, вот здесь вот, не поняла прикола, не буду, наверное, делать в следующий раз, посмотрю. То есть я бы поэкспериментировала немножечко. Вообще, недавно у меня было ощущение, что я больше не буду делать ботокс, я хочу вернуть свои эмоции и как-то по-другому. Лучше я буду биоревитализацию делать раз в два месяца, как она и говорила, да, прокалывать личико, и пусть оно питается, питается, питается. Может, еще какие-то скрабики, там, какие-то пилинги кислотные, которые очень красиво выравнивают цвет лица. В общем, подумала бы, что вот филеры не хочу, вот, знаете, заполнение вот это, пока не хочу. Но я очень хочу сделать лицо красивеньким, здоровеньким, но и при этом желательно подвижным. Вот, ну, полгода впереди у меня теперь вот таких, да, в целом как бы нравится, но нет такого какого-то удовлетворения и того, чего я ждала от этого всего. Ну, удивительно, конечно, как это работает, да, удивительно. Вот видите, я напрягаю, напрягаю, я хочу как бы сказать, я напрягаю в любом случае лоб, но он не напрягается, а у меня уши поднимаются, и вот это все. Мне казалось, что раньше этого не было, поднимался только лобик, морщинки, да, а уши были там есть, ну, в общем, что-то такое. В целом, у меня непонятное ощущение после ботокса, если честно, но я не буду так горячить сразу и говорить, что ботокс я никогда не буду делать, не буду такое говорить, я поэкспериментировала бы еще, и мне кажется, это вот какое-то такое искусство, вколоть ботокс туда, куда надо, чтобы при этом оставить эмоции, которые тебе нужны, чтобы не деформировалось лицо, как-то непонятно, да, и ты был доволен, чтобы было все красиво. И у меня к вам просьба, кстати, девочки, посоветуйте, пожалуйста, очень сильно меня накаляют вот эти вот штуки, которые ползут вниз. Вот у меня на левой как раз очень сильно отчетливо видно, посмотрите, то есть вот сдалека вам видно, да, вот тени, такие в ямочке полосочки, которые ползут вниз, видите, даже не беру глаза, глаза там как-то это, но вот именно вот этот низ очень хорошо видно, вот мы давайте посмотрим ближе, видите тени. Сейчас я выхожу из этой ситуации, знаете, ну, понятно, увлажнение, все дела, но когда я крашусь, я вот сюда наношу консилер в ямке чуть-чуть светлее, потому что свет у нас, он немножко выпукливает, да, а тень, которую мы делаем сюда, запукливает, ну, вы поняли меня, да, вот. Вот с правой стороны, мне кажется, ситуация чуть-чуть помягче, вот здесь более терпима, поэтому мне нравится эта сторона, и она моя рабочая, но у меня сейчас здесь нет зуба. Кстати, кто спрашивал, с зубом я тоже решаю вопрос. Я записалась к девочке, записалась, написала девочке, но она не отвечает, и мне кажется, что теперь мне другую надо клинику искать, вот как-то, видите, не складывается все гармоничным образом, а у меня все время мало времени что-то где-то написать. Я, конечно же, сделаю, это невозможно так ходить, и начинаются комплексы, начинаешь меньше улыбаться, работать не той стороной, которой нужно. Видите, вот улыбаюсь, еще отчетливее вот это все дело. Хочу это убрать. Если у кого-то что-то есть, и кто-то что-то делал, напишите в комментариях, чем эффективно, и, ну, не так, чтобы, знаете, там, вот прям филер. Мне кажется, если филер, я филер никогда не колола в лицо. Филер и гиалуронку делала только в губы. Но кто-то делает носогубки. У меня такое ощущение, что если мы сделаем сюда гиалуронку, я буду вот так трогать, и у меня будет какая-нибудь колбаска там кататься. Ну, вообще вот этого не хочу, честно. Я не знаю просто, как это работает, но мне так кажется. Напишите, кто делает носогубки, да, кто вот сюда что-то где-то вкалывает, филер. Вот, ботокс сюда, ну, представьте, она не двигается. Она не двигается, значит, я что, не смогу улыбаться? Я вообще не понимаю, как это будет. Вот, и, кстати, можете в директ, кто делает, кстати, ботокс по всему лицу, и вот эти особенно моменты, кто делает ботокс. Если можете в директ, пришлите мне фотку, как вы улыбаетесь. Мне просто интересно посмотреть. Хотя моя, мастер сказал, что у меня пока все хорошо, и лето, походи сюда, ничего колоть мы не будем. Вот. Короче, пока что на сегодняшний день биоревитализация мне очень понравилась. Причем вот с первой процедуры. Очень классная. И еще я помню, что мне очень нравилась процедура. Какой там, яблочный или виноградный, миндальная косточка, вот этот вот кислотный пилинг. Он очень выравнивает лицо, и прямо она такая классненькая, здоровенькая. Но я хочу еще узнать, какие способы есть. Вот это вот все. И вот это тоже хотелось бы тоже выровнять, да, вот эти вот моментики. Короче, вот эти вот три штуки меня накаляют вообще. Без серьезных вмешательств, вы меня поняли, да? В общем, делитесь своим опытом у меня в комментариях. Я вам показала свое до и после. Что вы думаете, ваше мнение, пожалуйста, тоже. Мне это очень интересно, потому что это лицо. Лицо, внешний вид, поэтому это очень важно. Я буду ждать ваши комментарии. Все, надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Если кто-то сомневался делать ботокс или не делать ботокс, то учтите мой опыт, пожалуйста. Ну, а кто делает постоянно и может что-то подсказать, то пишите свои советы в комментариях. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok